У нас сегодня третья беседа по теме «Спасёт ли красота мир?». Если вы помните, что в прошлой беседе мы с вами остановились на том, что великий русский писатель Лев Николаевич Толстой был где-то в секундах от духовного рождения. Он мог, безусловно, родиться в духе той Арзамасской ночью, когда он испытал совершеннейший ужас, когда смерть и жизнь сливались в одно, и вся симптоматика вот этого эпизода сводилась к тому, что эго непомерное, мощное, гениальное эго Толстого, и его душа, которая ещё не была окончательно задавлена эгоистическим интеллектом, сослевшись в этой смертельной схватке, и победила эго. Он выскользнул из этой ситуации и продолжал накачивать могучий интеллект, поселил туда Бога, поселил туда Христа. А Бог в уме – это полное отсутствие Бога. Вот и вся оставшаяся его жизнь под этим знаком и проходила. А Достоевский? Мир вообще делится на две категории. Я имею в виду людей, которые всё-таки интересуются литературой. Те, кто любит Толстого, соответственно, не любят Достоевского, и наоборот. Вот такой водораздел проходит между этими двумя писателями. Так вот, Достоевский – человек, который с молодости страдал тяжёлыми приступами эпилепсии. Тяжелейшие приступы эпилепсии, а это не что иное, как периодически обвальные сходы эволюционной энергии в неподготовленное физическое тело. Если бы ему было известно, наверное, то, что известно нам, он, наверное, тогда сознательно открывался этой силе, да? Так же, как Толстого, если было что-то известно о пути сознательной эволюции, он, видимо, себя вёл не совсем так, как он вёл себя, да? Так вот, Достоевский, как никто другой из писателей, освоил нижнюю полусферу истины. Он стопроцентно её освоил. Всё, что там внизу, было ему очень близко, было ему, я бы сказал, даже любо, наверное, поскольку всё-таки многие его вещи, они с таким оттенком мазохизма. Вот в этих страданиях, купания и какое-то удовольствие. Хотим мы того или нет, удовольствие можно тоже получать от вот этой, так сказать, страдательной энергии. Он освоил эту нижнюю полусферу истины, как никто другой, да? И сумел, не теряя рассудка, не теряя рассудка, на самом дне психологической, так сказать, вот этой, на самом дне человеческой психики пребывать, описывать эти состояния, откуда до Божественного Света, в замурованной материи, всего один шаг, но он туда вниз вот не прошёл, поскольку то, что сверху могло бы его туда опустить, но сверху он не мог это принимать, поскольку вот эти обвальные сходы нисходящей энергии вызывали в неё тяжёлые приступы эпилепсии с полной потерей сознания. В молодости, когда он был начинающим писателем, он проходил по уголовному делу о государственной измене, это было знаменитое дело Петра Шевцев, он был приговорён к смертной казни, его ещё нескольких человек вывели на эшифот и уже намеревались привести приговор в исполнение, и вот уже, так сказать, должно было это свершиться, прескакал гонец от императора, в котором всем приговорённым смертная казнь была заменена тюремным заключением. Само по себе ожидание смертного приговора на эшифоте явно спровоцировало у Достоевского полное раскрытие макушечного центра. Когда вот ты уже готов к тому, что тебя не будет, то, естественно, вот эта ситуация приводит к тому, что часть твоего «я», она как бы поднимается над физическим телом, дабы дать возможность физическому телу умереть спокойно. Телу. Это естественная защитная реакция. Мы имеем свидетельство многих людей, которые испытали вот такие потрясения, в частности, вот несчастные случаи, альпинисты, когда падали, вот срывались со скалы, это вот они рассказывали, что они наблюдали себя вот летящим, тело своё как бы со стороны, и удары тела, выступы, они не ощущали ни боли, ничего, то есть, вот сама вся эта защитная реакция в такой стрессовой ситуации, вот сознание как бы выходит в пространство над головой, и ты разделяешься полностью с телом. И вот этот эпизод, вот эта ситуация, связанная с ожиданием смерти, видимо, в сильной степени спровоцировала у Достоевского его эпилепсию. Это был действительно очень мощный стресс. Сам Достоевский неоднократно говорил, что готов терпеть тяжкие телесные страдания, которые испытывает после эпилептического припадка. Сам процесс припадка он ничего не ощущал, он не был без сознания в этот момент. Но вот те боли, те неприятности, которые он испытывал после припадка, когда он уже приходил в сознание, он готов был их испытывать, лишь бы на несколько секунд погрузиться в ничем не сравнимое наслаждение, которое охватывало всё его существо, когда вот эта энергия нисходящая, момент пришествующий к припадку, прикасалась к его телу, он ощущал удивительную благость. А потом потеря сознания и выход из эпилептического припадка с тяжелейшими болями мышечными. Но вот сам сход энергии, первые капли энергии доставляли ему несказанную благодать. И он даже ждал иногда этих припадков, просто ждал, чтобы испытать эту благодать. Чтобы хоть несколько секунд отдохнуть от той помойки, в которой он постоянно пребывал. Действительно, первые капли нисходящей энергии, они приводят в восторг. Но дальнейшее усиление потока, вот то, что с ним происходило, обвальный такой процесс начинался, обвальный исход энергии в полностью раскрытый макушечный центр, у него был полностью раскрытый, не выдерживалось клетками тела, они сжимались от испуга, естественная защитная реакция клеток тела, не приучена к интенсивному воздействию нисходящего потока. Все вот судороги, эпилептический припадок. На кончик носа бы ему смотреть, да? И вот я недавно разговаривал с одним человеком, у него очень серьезные были проблемы с дочерью. Он живет не в Москве, а в другом городе. Вот года четыре назад мы с ним договорились, что девочка, очень взрослая девочка, она будет работать в направлении смягчения вот этого напряжения в макушечном центре, на кончик носа, слушать там кое-какие вещи. У нее были припадки до трех-четырех раз в день с потерей сознания. Сейчас два-три раза в месяц. Существенная разница, наверное. То есть вот простая процедура. Принимала противосудорожные препараты, все, сейчас препараты не принимает. Может уже учиться. Учиться не могла, естественно. Двадцать раз в день припадки, это понятно, что человек просто обречен сидеть дома и ничего даже не делать по дому. Ни острых предметов нельзя брать, ничего. Так что те случаи эпилепсии, которые не связаны с патологией мозга, есть случаи эпилептически связаны с патологией мозга, они просто могут купироваться вот этой работой, началом работы на пути, для того, чтобы этот энергетический поток напряженный разряжался естественным способом, не накапливаясь. Наш великий писатель, русский писатель, Николай Васильевич Гоголь, как он закончил свою жизнь земную, он решил для себя, решил для себя, форсировано, форсировано стремиться к Богу. Мед, твой душ, это удивительная вещь, просто фантастическая вещь. Эту вещь можно иногда даже перечитывать. Мало кого из писателей можно вообще перечитывать сегодня. Я бы назвал Гоголя, Андрея Платонова, но не буду говорить о Шмелеве и Пришвине. Остальных писателей я бы не рискнул даже уже брать в руки. А вот Платонова, Гоголя и Шмелева, я бы о себе говорю, я бы мог перечитать. Так вот, Гоголь, что у него было? Действительно, последние его месяцы жизни это явно религиозное сумасшествие, это был бред, по сути, психического больного, как считали люди, которые были с ним рядом в это время, но на самом деле это была закономерная реакция организма и его психики на прикосновение нисходящей эволюционной энергии. Судя по описаниям очевидцев, последних месяцев жизни Гоголя он принимал отчаянную попытку форсированно, повторяю, приблизиться к Богу. Однако он избрал путь неверный. Он избрал строгий длительный пост, сведя к минимуму приёма пищи и молитву. Ну, если говорить об искренности, молитву не знаю, но строгий длительный пост приводит к тому, что энергетика организма, соответственно, слабеет, и пространственный поток, он может быть и сверху, и снизу, и откуда угодно, врывается, врывается в тело, тело, которое требует энергетической подпитки. И неизбежно, неизбежно, это приводит к вторжению в сознание враждебных сил, как это у монахов бывало, когда они длительно постились, бесы нападают, и все соответствующие симптомы действительно сумасшествия. Вот у Гоголя это в последний месяц, особенно в последние недели земной жизни было. Так вот, справиться с этим, справиться с этим наваждением тех сил, которые атакуют человека в период этого длительного поста, могут лишь сильные личности. Гоголь, как известно, таковой не был. Он был абсолютно безволен, он был ипохондриком, он боялся всякого чиха, любого, так сказать, прыщика на теле, он, так сказать, пугался, колиты постоянные, то есть, полностью деформированная психика и вся его телесная структура. И вот он так и закончил своё земное существование, пытаясь форсированно приблизиться к Богу. Что было интересно, он, когда пытался Богу взять за бороду, буквально, вот его поймать, он хотел, так сказать, действительно открыть Бога, потому что всё то, что он написал до того, к Богу, который там стоит над нашим обычным сознанием или находится в нашей истинной сущности, он так и не подошёл, судя по тому, что он писал, это понятно. Его голодающие, абсолютно неподготовленные к трансформации тела, когда устремился мощный поток энергетический в него, буквально горело изнутри. Горел он, горел, как будто лучевая энергия через него проходила. Не случайно каждое прикосновение к телу Гоголя вызывало у него болезненную реакцию, не давало дотронуться до своего тела, то есть он прям горел изнутри. Вот ещё один вопрос обычно задаётся, не был ли Гоголь похоронен живым. Мы помним, что когда его могилу вскрыли и переносили из Данилова монастыря, он был похоронен в Даниловом монастыре, переносили его в Новодевичье кладбище, когда вскрыли гроб, то он лежал на боку там, не так, как обычно кладут покойник, он лежал на боку. Но это тоже легко объяснимо, потому что человек, который умер от истощения, мышечная его система очень ослаблена, трупного окоченения не было, когда пускали гроб в могилу, он мог там десять раз перевернуться и в любую позу занять. Поэтому неживым его хоронили, естественно, умер он как следует и по-настоящему. Так вот, наши великие писатели, Лев Толстой, что он делал? Он предлагал с каждым днём становиться всё лучше и лучше, а следовательно, по его мнению, всё божественно. Достоевский предлагал страдать и верить в Христа, считая, что только в страданиях человек обретает божественное, что только в страданиях он приближается к Богу. Гоголь рекомендовал, по сути, своим примером неистово молиться истязать физическое тело, но все они на пути поиска истины потерпели фиаско. Так к Богу они и не подошли. Вот был у нас ещё один удивительный писатель, это Чехов. Это писатель на все времена, он абсолютно аполитичен, никаких претензий к власти он никогда нигде не выставлял. Можете читать любые произведения, потому они в мире популярны и понятны. Везде, в каждой стране переводы Чехова читает и считает его писателем на все времена и для всех стран, народов и для всех систем. Это так. Он был атеистом в том смысле, что он не верил в того Бога, который предлагался церковными властями. Папа тут его поспособствовал, он его сильно бил, он пел в церковном хоре Чехов с братьями, его отец сильно бил, заставляли любить Бога, побоев много он переносил, всё на эту тему были споры. Так что его с детства отучили от того Бога, к которому шёл его родитель, до конца дней оставаясь верующим православным, понятно каким. Если говорить о творчестве Чехова, то Чехов можно писателя сравнить с живописцем, если говорить о художественном творчестве, который блестяще владеет карандашным рисунком. Именно карандаш, не эпические полотна, вот он, видите, да, карандашный рисунок, есть просто фантастический. Чехов, видимо, из той категории писатель, который этим блестяще владел, блестящий мастер. И что у него на первый план выходит в каждом его рассказе, особенно в драмах, что он был потрясающим наблюдателем. Он был очень наблюдательным человеком, он подмечал в людях практически всё. А что такое наблюдательность? Это умение пребывать в реальном моменте времени, здесь и сейчас. Значит, с Богом он всё-таки знакомился. волей неволей, он был, сам не зная того, соединён с нисходящей божественной силой. Не понимал он этого, безусловно. Процесс вот этого единения с божественной силой был у него бессознательным. и он не мог не иметь переживаний, которые не укладывались в норму. как врач, должен был понимать, что такое норма. И, безусловно, эти переживания у него были. И не случайно у Чехова есть одна единственная, совсем не похожая на всё чеховская повесть, которая называется «Чёрный монах». одна вот попадает она из всех его рассказов и повестей. И вот эти переживания, переживания Хобрина, героя этой повести, это переживания душевной болезни. Чеховец писал себя, безусловно, поскольку он был на грани умопомрачений. Был у него период, я читал недавно его биографию, очень полную замечательную биографию, Чехов там без купюр, в части биографии. Я ещё больше, так сказать, проникся этим человеком, потому что нас все делали из него какой-то идеал, он отнюдь не был идеалом в том смысле, что ангел какой-то с крылышками, были у него многие события, которые в общем-то можно отнести к разряду чисто человеческих слабостей, но это отнюдь не умаляет его личности, его значения в мировой литературе, это безусловно. Если когда-то вам попадётся книга, если вы интересуетесь биографиями тех людей, которые внесли действительно огромный вклад в то, что мы называем с вами видеть жизнь такой, как она есть, вот Чехов это делал блестяще, без прикрас, он рисовал жизнь окружающую, которая есть на самом деле. Вы можете прочитать эту книгу. Он был наблюдателен, безусловно, и если переживания у него возникали, вот те переживания, которые действительно приводили к странным ощущениям в психике, то он их постоянно гнал от себя и не мог никому в этом признаться. И вот написание чёрного монаха, на мой взгляд, это была попытка вывести болезнь на поверхность, избавиться от неё. Знаете, когда выводится на поверхность нечто, ты как бы с этим расстаёшься. Вот он это выносил на бумагу. Не знаю, помологло ли это Чехову, то, что он написал чёрного монаха, но, несомненно, ещё и другое. Чеховский туберкулёз это результат блокировки нисходящей энергии в районе грудной клетки, в районе сердечного центра. Пускай этот человек обладал сильно развитым высшим витальным эго, безусловно. И вот этот район как раз, так сказать, у него был проблемой. И вот этот туберкулёз, тот туберкулёз, который, в общем-то, и свёл его в могилу, результат застоя этой нисходящей энергетики именно в этом центре. туберкулёз. И в то время, вот в тот период туберкулёз вот в такой форме, который он был у Чехова, он был очень распространён, причём среди молодых людей. И здесь причина отнюдь не в инфекционной передаче этого заболевания, на мой взгляд. Я одно время попался в руки один альбом, интересный альбом карандашных рисунков, итальянский карандаш. Люди дружили в 19 веке. Много молодых девушек, много молодых людей, великолепные рисунки, и там, где известно, кто нарисован, была биография. Краткая биография этих людей, которые были нарисованы. И вот когда открываешь этот альбом, то поражает тебя, что молодые девушки с очень удивительными, абсолютно, так сказать, фантастическими глазами, в которых просматривается душа, и ранний смерть. 20 лет, 21, 25, туберкулез, туберкулез, туберкулез. Ясно, что душа кристаллизована мощная, поток идет, высшим витальным задерживается, туберкулез. Миллиардный туберкулез, скоротечный чахот, как это раньше называли. Это обсеменение легких, не просто очаг, вот идет обсеменение, то есть, это горит, это горит изнутри, сгорание изнутри. Это энергетический процесс. Вот в этом альбоме, ну, десятка, два, наверное, вот этих портретов видел, с одним и тем же диазмом, но глаза, глаза врать не могут, там душа, она вот на первом плане. Молодые девушки, молодые женщины. Был то время, интересное было время, не было пути. Еще у нас был один писатель с потрясающей наблюдательностью, это Иван Бунин, с удивительной памятью, с удивительной наблюдательностью, но холодный ум, очень черствое сердце, большущий эгоист, такой огромный эгоист. Он блестящим был конструктором своих произведений, настолько блестящим, что там не замечаешь, как он их конструирует. Вот его поздние рассказы, «Темные аллеи», там, много вот этих повестей, наверное, читали, да? Вообще, есть замечательные вещи, но он их удивительно хорошо конструировал, что там заметить это невозможно. Лауреат Нобелевской премии, и очень в личной жизни несчастный человек, вот когда читаешь его биографию, в общем-то, несчастный человек, на все несчастья он сам себе выстроил, безусловно. Из российских писателей очень близок был к истинному бытию, соответственно, читая к Богу, особенно в последние годы пребывания на земле, это Михаил Михайлович Пришвин. Он был атеист по всем формальным признакам, но имея действительно совершенно удивительную наблюдательность, просто потрясающую, фантастическую память, он мог воспроизводить целые картины, виденные им когда-то потом в форме зарисовок. Он сумел на небывалую высоту поднять это языческое начало, природное начало, именно природное начало, вот как он это делал, никто кроме него, наверное, так не ощущал природу, как делал это Пришвин. В конце концов, он сам полностью отождествил с этим природным началом, и вся его сознательная жизнь, отраженная в многотомных, почти ежедневных записях дневниковых, это живой пример освобождения от оков неведения, как он освобождался от своего эго, от неведения, то есть вот развенчивался себя, учился видеть мир абсолютно, абсолютно его не оценивая, вот в дневниковых его записях описал на дневнике на протяжении 50 лет, вот сейчас сколько томов вышло, 6 или 8, сколько томов, Володь, не помню, 10 томов, это потрясающе чтиво, для меня лично, для меня, я не знаю, до кого-то оно будет скучным, но для меня это отдохновение, просто, вот я отдыхаю, когда читаю его дневники, и удивительно поздняя любовь, совершенно фантастическая, взаимная любовь, разница там более 20 лет была с той женщиной, которой он встретился, ему было 64 года, ей где-то 40, около 40, наверное, впервые полюбил по-настоящему, и она полюбила впервые по-настоящему, именно душа могла только такую любовь родить, и есть удивительные дневниковые записи книги, вот ее воспоминания, его откровения, вот связанные с этой любовью, потрясающая вещь, просто, просто потрясающая, и вот сама проза Пришвина такая размеренная, чрезвычайно медитативна, когда ее читаешь, его проза, она медитативна по восприятию, там нет каких-то катаклизмических переходов, вот все идет так очень образно, понятно и убаюкивающе, убаюкивающе не в стон, так сказать, как бы сна и дремоты, а действительно способствует открытию силы, буквально-буквально заставляет тебя читать это духовным оком. А Иван Сергеевич Шмелев, удивительный русский писатель, родом он из-за Москворечи, Москва, вот этот говор, потрясающий, потрясающая речь, речь моей бабушки, она тоже оттуда, и вот я когда читаю его, я бабушку вспоминаю, все эти слова, словечки, за Москвореческий, купеческий район, вот, очень интересно, действительно, фантастический человек, я впервые узнал о нем в одной из газетных публикаций, он эмигрировал после революции во Францию, я узнал в одной из газетных публикаций, уже во времена перестройки, и чуть попозже, и что меня поразило, так это ответ Ивана Сергеевича Шмирёва, мы его не знали, что он был писателем, был каким-то писателем, только тогда, когда вот этот барьер был снят, он появился, и вот он отвечал на письмо Деникину, тому самому белому генералу Деникину, на вопрос о том, как ему живётся на чужбине, и тот, и другой, оба они были людьми, которые любили Россию с сердцем, это психогенетика, они без России существовали очень-очень больно, и вот на вопрос Деникин, как ему живётся всё-таки на чужбине, и чего ему тут не хватает, ответ был примерно следующим, он меня потряс этот ответ, мне и в России-то её России не хватало, мне в России-России не хватало, то есть, насколько он был опьянён, и хотел вот всё больше и больше эту Россию ощущать, пить, дышать ею, а тут, говорит, что ты спрашиваешь? То есть, потрясающий ответ, какое сердце было у этого человека, какая была душа, и каждый нормальный человек просто обязан прочитать его «Лето Господне» и «Богомоле», без них наше представление об истинной лейтатуре в России будет ущербным. Разочек можно, а потом может, как пойдёт. Удивительный образ с него, в мельчайших нюансах, вообще пишет он от первого лица, писать от первого лица очень сложно. Вот «Лето Господне» и «Богомоле» он пишет от лица ребёнка. У него есть потрясающая совершенно повесть «Человек из ресторана». Просто фантастическая вещь. После этого весь мир узнал о Шмелёве. Переводов было очень много, это его ранняя вещь. То есть, фантастический писатель, медитативный, язык медитативен. Любую его вещь можно читать и ты читаешь как высочайшее родникового качества источник. Он не мастер больших полотен, он работает эскизами. Он не огромное полотно не пишет, но он работает эскизами. И вот из этих эскизов незаметно рождается такое большое, огромное по глубине полотно. Знаете, вот можно писать небольшие эскизы, а потом, потом, потом ты видишь, насколько они формируют глубокое и образное полотно. В этом одна из тайны его творчества. Вы, конечно, помните легендарное полотно Александра Иванова «Явление Христа народу». Вот эта огромнейшая картина, которая мне никогда не нравилась. Я всегда от неё в детстве, когда мне автотиковка водили, я так смотрел, смотрел, вот, как-то мне это всё не нравилось. И как-то однажды я попал вот в этот зал в Ивановский, и там были в большом количестве представлены его эскизы к этой работе, эскизы. И вот когда я увидел эти эскизы, они меня просто потрясли. это действительно множество шедевров мировой живописи, вы эскизы, они признаны шедеврами. А сама картина, она сконструирована, она очень искусственная, она очень холодная в целом. Огромная, но холодная. Вот я недавно ещё более огромное полотно видел, не по горизонтали, а по вертикали. в Нижнем Новгороде в музее там есть огромнейшее полотно. Нерепин кто у нас ещё любил такие вещи делать. У меня память дырявая, честно, надо записывать. И вот полотно огромное, просто, фантастическое. Это призвание Мининым и Пожарским ополчения. Там эта гора от Кремля такой скат, множество народу. И там изображены, что интересно, плачущие женщины. Ну, женщины много, они плачут, чего плакать-то, в общем-то. Эти женщины, которых закладывали мужчины, мужья за деньги. То есть, сообразный ламбад был. То есть, деньги надо было собрать, закладывали женщин. Это было известно. Но на картине это вот показано, потому что категория женщин, где-то в уголке, они плачут, их закладывают. То есть, они заложницы. За них давали деньги, потом деньги эти собирали на ополчение. А картина огромная, больше, чем явление Христа народа. По вертикали вообще туда, наверное, надо на пожарной лестнице добираться, наверное. Такое полотно огромное. несколько слов о детской литературе. Что детская литература не должна пробуждать агрессивность, это аксиома. Что она должна нести добро и свет, это тоже аксиома. Но что она не должна нести, так это демонизм и тягу к оккультизму. А у нас сейчас вот эти всякие Гарри Поттеры. Это демонизм и тяга к оккультизму, прямая тяга к оккультизму. Это очень деструктивная литература. Вы верили, что Баба-Яга злая? Я никогда. Баба-Яга была для меня смешной, я никогда не боялся. А тут уже не Баба-Яга, тут гораздо посерьезнее. Сегодняшний день. То есть эта литература пробуждает тягу к оккультизму и родному роду мистическим чудесам. И бедные дети незаметно оказываются в плену у Гарри Поттеров и становясь взрослыми, легко попадаются в путь оккультистов, откуда их уже невозможно вернуть. Если они духовное стремление проявляют, то именно направленность оккультная, искажённое духовное стремление. Теперь об изобразительном искусстве то, что рисуется, лепится. С точки зрения психологизма это, наверное, самый трудный вид искусства. Попробуйте, я говорю, в высшем искусстве всё-таки живопись. Попробуй мгновенно схватить творческое озарение и тот, с чего на полотно перенести. Попробуй. В поэзии можно, в музыке можно. Где-то блоками в билетристике можно, а вот здесь очень сложно сразу взять. Вроде бы понятно, понятно, а по деталям это не стихия. Я не имею в виду художников-конструкторов, их метод работы специфичен, они там понастроят всё, это понятно. А те художники, которые пытаются поймать миг, пытаются поймать мгновение, зафиксировать это мгновение. Изобразительное искусство, живопись, скульптура, графика, как и музыка, удивительно точно отражают внутреннее психологическое состояние человечества в целом. В каждый период, в каждую эпоху это очень хорошо отражает вот этот психологический фон или диагноз можно ставить по тому, каково искусство музыкальное и изобразительное. Диагноз человечества можно ставить. Если в средние века и вплоть до конца девятнадцатого столетия в изобразительном искусстве превалировало убаюкивающие академические мотивы, всеобщие гормоны, витальная идиллия такая, вот, яркое исключение был ироним Босх, живописец, который скрупулезно исследовал оба мировых полисов, божественное дьявольское, дьявольское лучше получилось, естественно, потому что это ближе человеку, вот, это исключение. То к концу девятнадцатого века, с выходом на авансцену импрессионистов, при Тещи был Моне, а далее Сеслей, Моне, Моне первое, Эдвард Моне Клод Моне это другая буква, вторая, вот, Дега, Писаро, приходит академизму конец и общепризнанная гармония, общепринятая гармония, она нарушается. Импрессионисты на первых порах робко, затем все шире и шире, громче и громче, начали включать в круг своего творчества банальные бытовые сценки, жанровые пейзажи, причем взгляд художника проходил как бы сквозь призму разложения, и цвета, и формы. Форма деформировалась, цвет через что-то пропускался, выхватывались и быстро фиксировались некие стоп-кадры в такой вуале, погруженной, крайне динамичной динамичной жизнь фиксировалась вот этих стоп-кадров. Так, напитывая своей работой деструктивной энергетикой, живописцы приступили к дестабилизации реальности, они стали нарушать стабильность этой реальности, они стали ее разрушать. Напомню, что в начале XX века в живописи, в музыке, в поэзии, в физике начался период активного расщепления материи. Художественная материя расщеплялась, музыкальная, словесная, физическая, там ватом полезли. И в течение всего XX столетия субъективное художественное отражение реальности принимало все новое и подчас крайне причудливой формы. И в основе этого любления лежит, опять-таки, бессознательная тотальная фрагментация реальности, которая исходит из далеко не из самых светлых слоев человеческого сознания, откуда-то вот изнутри, из слоев демонических, что со всей очевидностью негативно сказывалось и на психическом состоянии самих творцов этих шедевров. Они, безусловно, были личностям, мягко говоря, невротичными. Это самый мягкий вариант. И на рубеже тысячелетий этот процесс достиг апогея. К концу второго тысячелетия так называемые вангардисты довершили полный разрыв с реализмом выделились многие направления авангардные. Это фавизм, кубизм, футуризм, экспрессионизм, сюрреализм и, наконец, абстракционизм как крайняя форма разрыва с реальностью. полностью реальность, так сказать, была оставлена. И каждое направление имеет своих отцов, имеет своих последователей, имеет своих ценителей, имеет свои шедевры. Вот вы слышали, наверное, о таком удивительном, на мой взгляд, удивительном немецком мыслителе, в 20 веке он жил, у Освальд Шпенглер. У него есть потрясающая совершенно книга, называется «Закат Европы». Он говорит о том, что Европа исчерпала себя во всех направлениях деятельности, в частности, в искусстве, что это конец, западная форма мира. полностью исчерпав себя, в общем-то, одрехлела и доживает свое. И вот он очень много говорил в своих работах об искусстве. Вот я хотел бы кое-что из его высказываний сейчас вам привести. «Импрессионизм – это развоплощение мира, доведенное до конца во имя пространства». Современное искусство – это долгая игра с мертвыми формами, которой мы желали бы поддержать иллюзию живого искусства. Это долгая игра с мертвыми формами, которые создают иллюзии искусства, но никак это не искусство, оно меттво. Оно абсолютно меттво. Это игра мертвыми формами. Одной, другой, третьей, попытки что-то переставлять. Но всё это, увы, труп. Вот интересно, он говорит о руинах. Руины притягивают, там время, там эпоха, в установленном всё это убивается. Действительно, старый храм, что-то, так сказать, из области древности, которая, ну, пусть обветшала, пусть это развалины, но там ощущается вибрация того времени, тех людей, той эпохи. Это машина времени своеобразная, да? Но как только всё это подновят, подкрасят, реставрируют, восстановят, сейчас фантомы эти восстанавливают, все храмы, ну, всё там, всё меттво. А руина действительно притягивает, это машина времени. Там вибрация времени присутствует всегда. Вот импрессионизм он ещё называет энергетикой пространства. Действительно, попытки вот энергию пространства извлечь вот из сиюминутного стоп-кадра. Там же не убаюкивающая вещь, а вот какая-то энергетика есть. Энергетика пусть разлагающая, пусть каким-то образом деформирующая, но это результат работы этой энергии, то есть ощущение работы энергии. Наверное, где-то подсознательно, сама сила, напряжённость, которая в каждой точке пространства растёт, она приводила людей вот к такому искажённому вроде бы, но всё-таки реальному с их точки зрения, если они искренние, так сказать, художники, истинные, отражению реальности. Я не говорю о конструктивистах, которые просто пользуются методом и абсолютно не осознают и не понимают, что они делают. Это чисто ментальная конструкция, это чисто конструктивизм, но никак не ощущение разложения или напряжённости в пространстве. Вот импрессионисты это делали. Это действительно энергетика пространства искажала формы. Вот он говорит, новый художник не творец, он работник, он экспериментатор. И далее он говорит, так начинается опасное искусство, мучительно, холодное, больное, научное, с техническими трудностями. Вот конструктивизм в живописи появляется. Работник экспериментатор начинает всё переставлять, искажать формы намеренно, не по ощущениям. Обойдём все выставки, концерты, театры, и не найдём здесь никого, кроме суетливых дельцов и шумных дураков, которые довольствуются поделками на продаже. На каком низком уровне пребывает сегодня всё то, что принято именовать искусством и художниками? Это первая половина XX века. Вот о христианстве тоже замечательно говорит. не христианство переформировало западного человека, а он переформировал христианство. Обычно говорят, что христианство сформировало или переформировало западного человека, сделало таким, каким он есть. Он говорит совершенно наоборот. Он переформировал христианство, причём не просто в новую религию, но в направлении новой морали. То есть гуманизм, то есть подменили идеи Христа подменили его учение учением человеческим. Люди переформировали западное христианство. А не оно их. Очень тонкий человек был. Еще интересное его выражение. Интеллект как душевная окаменелость вместо угасшей души. Душа угасла, а интеллект это душевная окаменелость, заменяющая душу. Есть такое? Есть. И Бог там же в этом интеллекте сидит. В Западе уж точно. Если он есть у них, то только в этом месте.